Странный район. Его дома непонятно как держатся на крутых склонах Таганрогского залива. Они словно ракушки на прибрежных камнях, обдуваются ветрами, омываются морем и отчаянно цепляются за грунт и за жизнь. Это Богудония, самый южный квартал Таганрога. Когда-то очень красивый, с белыми домиками, зеленью, чистыми пляжами, сегодня этот район больше похож на городское гетто. И живут в нем поистине отчаянные люди, рискующие в любой момент отправиться в морское плавание. Прямо в своих собственных домах. В Богудонию можно попасть только пешком. Метров за сто до морского побережья асфальт Таганрога заканчивается. И к домам, повисшим над Азовским морем, можно пройти лишь по узким кривым улочкам. Такое, как здесь, нечасто увидишь. Улицы Богудонии не спутать ни с чем. Вроде как старинные кварталы, но вместе с тем разруха и запустение. Кто-то из журналистов назвал это место таганрогскими фавелами, по аналогии с бразильскими трущобами. Вот только здесь не так многолюдно, как в районах Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу. Всего-то несколько десятков человек. Здесь издавна был рыбацкий поселок. Промыслом рыбы жили из поколения в поколение. Хотя местные утверждают, что бывали в Богудонии разные люди. И контрабандисты, и беглые преступники, искать которых в этих порталах никто не решался. И времена тоже бывали разные. Но спокойствия здесь никогда не было. Ни при Петре Первом, который основал город и устроил в нем первую отечественную военно-морскую базу. Ни в советский период, когда здесь был популярный курорт. Столько было тут у нас приезжих людей, отдыхающих. На море вот утром с 7 часов уже не спуститься на море. Столько людей, столько веселья, столько детей было. А сейчас уже, можете сейчас и цены же такие, чтобы сюда добраться, дорого, наверное. Анна Ивановна живет в Богудонии уже более 80 лет. С рождения. Кажется, еще недавно сама бегла девчонкой по этим улицам. И вот уже прогуливает по ним свою двухлетнюю праправнучку. Да уже тут и немножко и живет народу. Молодежь вся отсюда уходит, и женятся, замуж выходят, уходят. А тут уже остаемся мы. У меня, например, внуки, они к морю не принадлежат, у моря нет. У них сейчас компьютеры, там эти, аквапарки, там. А сыны один и другой с вот такого вырос на море. Вот 7 лет на море. У нас была лодочка, муж сделал лодочку небольшую. Они тут и купальщиков катали. Ну все, я не переживала. Я ухожу, они на море, я прихожу с работы, и они все время на море. Но ни ее внуки, ни правнуки здесь уже не живут. Приезжают только в гости к бабушке, потому что в родных местах ни комфорта, ни работы. Единственный источник дохода – рыбная ловля, если удастся вообще что-то поймать. Они тут то бычку ловят, а то карася такое, мелочь. Рыбаки. Да какие там, они уже не рыбаки. Не знаешь, как их и назвать. Рыбы никакой нет. На море живем, битами все с рынка. Даже название района Бугудония связано с рыбным промыслом. В середине 19 века отставной поручик царской армии Александр Иванович Боудон, француз по происхождению, купил здесь дачу. А потом построил рыбоперерабатывающий завод. Фамилию благодетели переначали на свой лад и прозвали квартал Бугудонией. Завод же проработал до распада СССР. Ну а нынче постепенно разрушается под напором моря. Медленно, но верно, Азовское море смывает Бугудонию с лица земли. 20 лет назад в 1997-м сильнейшим штормом унесло дома и флегеля с первой береговой линии. А в 2014-м вода поднялась еще выше. После того шторма красивая и уютная Бугудония превратилась в серые трущобы. Власти восстановлением района почти не занимались, а у местных не хватило ни сил, ни средств на то, чтобы вернуть все в прежнее состояние. Уже боюсь сюда идти. Я уже тут... Я не могу. Мы же тут и забор специально сделали, потому что когда выходили, кажется, что вот идешь и в пропасть. Как погода... Здесь под нами, получается, уже пустота. Ой, не ходите, да. Там вот тут, здесь вот пустота под этим. В 2014-м шторм смыл у Ждановых половину двора. Тогда едва успели спасти дом. Даже спустя три с лишним года хозяйка плачет, вспоминая тот жуткий вечер. Когда начало вот тут обрушаться, да, мы начали быстренько позвали всех на помощь. Им МЧС вызывали. МЧС только стоял. Они сюда, никто не притронулся. Я всех своих родственников, все пробежали давай пилять. И вот только отпиляли, минут 10 прошло, и все рухнуло. То есть едва успели отпилить? Еле успели вот это отснять. Вот трехметровый шифер туда еще. Если бы не успели отпилить, вот вы говорите буквально... А оно бы все вот это утянуло бы туда. Теперь они так и живут на краю пропасти. На свой страх и риск. Как могут, укрепляют родные берега, бесконечно замазывая трещины цементом. Вот с весны начинается и по самую осень. Вот мы бетонный, бетонный и мажем. Вот это все лето. И что? И будем делать. А что делать? Не уплывать же нам на низ совсем. Ну, пока так держимся. Вот там не знаю, что дальше будет. Уезжать им с мужем некуда. Все, что есть, это дом, который построил еще дед Евгения Николаевны. Но после его гибели в 44-м эту недвижимость на себя никто так и не переоформил. Не считали нужным. Просто жили и жили. Зато теперь это стало формальной причиной для отказа в переселении. Ну, говорят, что вы тут никто. Я говорю, а почему-то у нас домовая книга, все есть. А это ничего не значит, что у вас там домовая книга. Это ничего не значит. Сводит к тому, что мы не собственники. И я не имею права до дедушки вступить в наследство. Хоть он собственник и является за давности времени. Что мои родители, ну, как не заявляли. На террасе стоит старенький морской бинокль. В него Евгения Жданова смотрит на соседние берега. Справа в селе Петрушино такая же, как у них беда. Море смывает заборы и огороды. Прямо через залив наоборот красота. Там песок, пляжи и никаких обвалов. А в полсотни километров отсюда вообще граница с Украиной. Там по правую руку от Евгении Николаевны Донбасс. С его многострадальными Мариуполем, Макеевкой и Донецком. Про которые они теперь так много знают благодаря телевидению. Это что, нормально, что сейчас везде вообще по Украине творится? Это ненормально. Это просто, я вообще не знаю, почему такое случилось. Раньше мы туда ездили как, ну, за продуктами, то за колбаской. Мы ездили, нам нравилось тоже, и все жили мирно, нормально. Почему такое сейчас делается? Мы даже, честно, телевизор смотришь, уже невозможно вообще смотреть, что везде делается. Оттуда, с северо-запада, как выяснилось, и соседи Ждановых, Станислав и Марье. Одни из немногих неместных, живущих в Бугудонии. Вы таганрогский сад? Нет. Нет? Предприезжий? Да. Откуда, если не северо-запада? А с Донбасса, это еще 30 лет назад. Ну, дочка тут, и так оно и это, и что-то так, это, сюда, то ездили на море, на море. А так вот обратно взяли, ну, тогда все дешевое было. Здесь им понравилось больше, чем на родине. Теперь в Таганроге живет почти вся семья. А когда на Донбассе начинают стрелять, их дом превращается в убежище для детей, оставшихся по ту сторону границы. Вот здесь, сейчас так нам ездят. Да, дочка же там еще, она ездит туда-сюда, потому что, че что, мы сразу на звонок, давай, текай туда, быстро. Прячется у вас, да? А куда есть? Ну, а куда, сестра здесь, мы здесь, все здесь. Но спокойствия нет нынче и на этих берегах. Ушли от огня, попали в полымя. Того и гляди, земля уйдет из-под ног, как это было несколько лет тому назад, когда во время шторма у них смыло летнюю кухню вместе со всем добром. А мне уже было. Было, надо дело. И холодильник ушел. Да что там в холодильнике? Там все богатство у меня ушло. Там у меня кухоньки были, у меня все унесло туда. Все в море, да? Да, да, да. Кухни стояли, туда ниже кухни стали, все же ушло. И, вы знаете, нашла только один сапог. И плащ. Чтобы хоть как-то украсить увядающую красоту богудонии, Мария высаживает вокруг дома цветы. А муж, в одиночку сражаясь с природой, ежегодно ремонтирует съезжающий в сторону моря дом. Я уже не надеюсь ни на что тут такое. Почему? Да ну, сколько тут, уже 300 лет, сколько, я же 30 лет, 30 лет обещаю. Обещали поставить нам вот эти, хоть внизу поставить, чтоб от моря. Ограждение? Да, ограждение. Да, какое там, деньги говорили, сдавали, сдавали эти нашим главным тут, мэром, это, где оно все, ничего не попало. Только языками. Вот начинается в май месяц, мы начинаем наводить, начинаем песочек носить, туда-сюда, все. Все на себе, да? Да, как же. На своем горбу? Да, а как, как. И начинаем. Да, ребята. Что было. Все на себе. Сюда же ни машина не проедет, даже тачка, наверное, да? Ну, тачка есть, маленькие тачки заходят. Тачки какие? Ручные, в руку вязал, мешок положил, два мешка цемента, и идешь, трясешься. Даже просто так, без груза, ходить по этим улочкам непросто. Крутые спуски местами похожи на бобслейную трассу. И как только ударят морозы, это сходство еще более усилится. Сюда же даже скорая? Скорая наверху, идешь, встречаешь и ведешь ее сюда. А вот если там на носилках кого вынести, там что-то? А они сейчас не выносят, на раскладушках мы носим больных. Вот соседу было плохо, вызвали скорую, они говорят, у нас нет носилок. А ему, а он не может идти. Вот она его сюда, вот тут вот соседка, до нашей скамеечки довела, он сел, все, идти не может. А у них нету носилок. Что, взяли раскладушку, положили его на раскладушку, позвали тут людей, которые были, на раскладушке оттерли. Вот так. Как нас сейчас лечат? Нету вот, нету у нас носилок. Все, как хотите, так и поднимайтесь. На этих улицах не появляются сотрудники городских коммунальных служб. Поэтому здесь много мусора и пахнет канализацией. Хотя ее, как таковой, нет. Вода, дождевая, из кранов летнего водопровода, бежит вниз по улицам, сливаясь по остаткам еще советских ливневок. И там внизу попадают прямо в море. Как сейчас вода льется? Да, это у нас же там летняя вода. И, наверное, кто-то чипосудку моет там, чип руки. Канализация, да? Канализация. Чистая водичка. По всему побережью Богудонии валяются останки волноотбойной стены, которая долгие годы защищала эти места от стихии. Но со временем море разбило бетонное ограждение и играючи раскидало его многотонные обломки по всему берегу, превратив пляж в уродливое подобие заброшенной стройплощадки. Гулять по берегу с непривычки довольно трудно. Приходится то и дело перешагивать через бетонные обломки бывшей стены. Хотя Анна Ляхова, несмотря на почтенный возраст, бодро преодолевает препятствия, созданные морем и самой жизнью. Сейчас все валится и валится и валится. А вам не страшно, Анна Ивановна, жить так, когда валится все? А куда деваться? А вдруг вы как-нибудь одной прекрасной... Ну, у меня же еще упередион, там строение есть. Ну, а завалится, а что завалится? Возьмем, что у нас... Это мне уже 81 год. Куда мне уже идти? Ну, куда? Со своими черепками. Я же не могу расстаться. Кастрюлечками. Я же тут родилась. Бабка, прабабка моя была. Все, что тут было и вдруг. Уже я буду доживать. Что будет? Унесете в море? Хай несете. Пожилые люди, которые здесь родились и прожили жизнь, уезжать отсюда не хотят. Им сложно взять и, как здесь говорят, подняться на гору. Ну, то есть переехать в город. Прочь от родного моря. Вот она, пожалуйста. Это сейчас восточный ветер. Он отгон. Так что... Ничего. Мне лично здесь... Я не хочу никуда уходить. А если предложили бы переехать вам? Ну, это рискованно очень. Потому что я уже тут вжилась. Я буду, наверное, тосковать. Тем более воздух тут чище. Там же все-таки загазованность. В центре пойдешь. А тут мы дышим вот так. Лидия Степановна родилась и прожила здесь более 70 лет. Как и несколько поколений ее предков, что строили и перестраивали этот дом. И волноотбойную стену, что превратило его в крепость. Если уровень воды поднимается, она же как шлепает так, что... Конечно. И на крышу, и все, что хочешь. Ну, ничего. Она смыла и пошла дальше. Ну, слава богу. Может, то, что... А чужой человек сюда, он не сможет тут. Понимаете? Потому что мы привыкли замыть по барабану. Когда живешь в 10 метрах от моря, наверное, начинаешь совсем по-другому относиться к стихии. Казалось бы, море нападает на них, разрушает их дома. Но что-то подсознательное, возможно, даже суеверное, сдерживает эмоции. Нельзя ругать, что ли. Нельзя природу ругать. А бывает так, что вода вот до калитки доходит? Конечно, конечно. Бывает. Бывает. Господи. Да мы же тебя все равно любим. Она спроси, грешный. Она утихает, утихает. Ну, да надо разговаривать. Ну, что тебе делать? Разговаривать с морем – это все, что им осталось. Власти Таганрога свою позицию по поводу укрепления берега уже обозначили. Денег на восстановление волноотбойной стены у них нет. И вряд ли будут. Потому что тратить десятки миллионов рублей ради спасения ветхого жилья нецелесообразно. Дешевле его расселить. Не сразу, а по мере необходимости. Вот у нас, например, дом проседает. Да, вот как показываем, да, вот становишься, оно все уходит. И это мы каждый год, там пустота. А, да, вот эта земля, которая была под домом, она вся уходит вот в эту гору. То есть у нас даже документы не здесь в доме, потому что и ценности, да, вот там, допустим, дорогие для нас вещи, они не будут здесь находиться. И мебель мы сюда не покупаем, потому что, ну, а что делать? Ты мебель вынесешь? Вот так вот экстренная ситуация. Нет. То есть это все уйдет. Второклассник Даня – это уже пятое поколение их семьи в Бугудонии. Его прапрадедушка приехал сюда с Сахалина после войны и построил этот дом. Вот здесь вот наш дом. И здесь, здесь под нами были много домов. Очень много домов было, которые смыли уже, их нету. На старых фотографиях, что показывает нам Любовь Ивановна, мама Татьяны, их берег кажется райским уголком, настоящим курортом, таким не похожим на сегодняшнюю Бугудонию. Это показан наш берег. Здесь вот какое укрепление было. Все было тут, как говорится, еще при Петропервом стены были такие. Мы становились на стены здесь и шли до центрального пляжа. Были огромные стены. Вот такие вот два человека можно было разойтись. Было укрепление, чтобы не смыть здесь нас. Но спасительная стена осталась лишь на старых фото. В 97-м году разбушевавшееся море сломало сначала ее, а затем и всю беззаботную жизнь обитателей этого района. Я бы не поверила в это, если бы я не видела это в 97-м году. Вот просто волна вот так вот зашла, рукой забрала и унесла. То есть это все ушло. Ну я же говорю, и животные плавали, и мебель плавала, тут и диваны в воде были. И да, в тот год вообще запретили купаться. Потому что антисанитария полная была. Была бы ее воля, они с мужем и мамой уехали бы отсюда хоть завтра. Подальше от неспокойного моря и грязных улиц. Вот только ехать некуда. Хотя городские власти даже письмо с уведомлением присылали. О включении в программу переселения. Но на этом пока все и закончилось. Мы до сих пор ответа не получили. Хотя должны были, программа должна закончиться в конце 2017-го. Путин с экрана объявил о том, что да, она закончила. Люди получили жилье. Программа окончена. Все замечательно. Никто ничего не хочет. Значит, администрация не будет расселять. Я так понимаю. Вот пока федерация не приедет, не скажет вот эти вот квартиры расселить. До тех пор ничего никто не сделает. Бугудония словно прогоняет, выталкивает людей. Неприятности сыпятся на них буквально со всех сторон. Сверху льется вода из городских стоков. Снизу наступает море. А тут еще насекомые появились. Полчища комаров и ядовитые пауки. В 2000-х годах привезли порт же у нас, да, портовой город. Завезли песок с каракуртами, с яйцами каракуртов. Зима у нас теплая. Они мутировались теми пауками, которые тут были. В итоге они прижились. И каждый год у нас пауки-пауки. Как весна, все они выползают. Все здесь оплетено коконом, хотя раньше была красота. Здесь была зелень. Ну, сейчас этого нет. А ведь когда-то зеленые склоны Бугудонии с белыми открыточными домиками впечатляли художников и кинематографистов. В конце 70-х режиссер Константин Ершов именно здесь решил снимать криминальную драму «Грачи» с Леонидом Филатовым в главной роли. Вот, видишь, во дворах, да, всегда ели летом. Всегда столы стояли во дворах, уха. Уха всегда была. Сула, которой уже практически нет. Теперь этот фильм словно летопись былых дней. Только и остается, что сравнивать, как было и как стало. Вот здесь, а вверху колонка, а здесь поднимаешься, поднимаешься. Как она у нас называется? Мощенка. Вот та самая дорожка, по которой поднимались герои фильма. Только домов внизу уже нет. Их смыло морем. Наверху появился забор, а сама улочка вся разбита. Про то, как здесь снималось кино, в Бугудонии многие помнят. Хоть это и было 40 лет назад. Ведь так приятно испытывать гордость за родные края. Пусть и было все это очень давно. Смотрю Филатов с Толиком, он еще жив. Вот тут в канавке сидели, выпивали. Филатов, ну и вот Царства Небесного нет уже. Да, да, были, были съемки. За 40 лет, что прошли с момента съемок, Бугудония сильно изменилась. Многих домов уже нет, а в те, что остались, уже и не войти. Вот этот дом, вот этот дом, снимали фильм «Грачи». Ну, раньше тут было и заборчик, раньше была дорожка, в которой можно заходить в этот дом. Вода пошла, от этого все ушло. И он теперь заходит в это окно. Правда, в последнее время сосед Зинаиды Георгиевны через окно в дом заходить перестал. В ожидании переселения он живет в городе, у родственников. Там, конечно, не так живописно, но зато безопасно. И за водой по крутым склонам зимой ходить не надо. Такая дорожка скользкая вообще. Вообще скользко невозможно. Настроение местных жителей теперь напрямую зависит от моря. Люди спокойны, лишь когда в заливе штиль. Но как только ветер усиливается, Зинаида Георгиевна запасается валерьянкой и не спит ночами. Караулит. Не подошла ли к ее дому вода? Мы не знаем, что завтра, что послезавтра. Не дай бог, еще две низовочки, как мы считаем. И нам будет. И куда идти, я не знаю. А низовочка это что? Низовка это с той стороны, если сильный, когда ветер. Вот эта верховая идет, волночки идут в эту сторону. А низовка идет с той стороны. Она настолько идет с сильным ветром, со штормом, что тут вообще это. Вот так, понимаете? Вот такое дело. Я молю Бога, Господи, стою, Господи, да хотя бы, ну хотя бы прожить, продержаться там. Хотя бы, не дай бог, опять ветра, опять эти, настолько она все мне раздражает. Просили, писали, что укрепите нам стенку, чтобы вода сюда не подходила. Все, нет денег. Всем Украины там, Крыму всем, мосты все строят. Ну, строите, пожалуйста. Ну, укрепите нам стенку, чтобы мы уже оттуда жевали. Ну, это же кусочек, богудония. Это же что, история Таганрога. Никому не надо. Ну, кому теперь интересны дела давно минувших дней? И проблемы некогда уютного уголка огромной империи? Настоящая история нынче творится не здесь, а там, за кордонами некогда братской республики. И даже сейчас, перед выборами, когда в России обычно наступает время творить добро, внимание властей проскальзывает мимо богудонии. Хотя и в ней, самой, похоже, так и не разобрались. С кого же требовать ответа? Говорят, много делают. Вот, хоть этот Жириновский, и то, и то. Ну, отчитайся, что ты сделал. Ну, вот мы то будем, вот то. Мы будем. Когда что будете? Отчитайся. Вот мы то сделали, вот мы то. Никто ж ни за что не отчитывается. Только что голосуйте, да будем голосовать. Что теперь делать? Будете? Мы уже и не ходим. Все равно там без нас. Вы теряли доверие, да? Да. Мы там и нужны. Предсказание будущего – дело странное и неблагодарное. Но в случае с богудонией вариантов почти нет. Если не вмешается человек, море сделает свое дело. Так что, если кто-то и соберется снимать здесь кино еще лет через 40, то картина эта будет не про уютное курортное местечко со вкусной ухой судака, а про что-то очень грустное, страшное и безнадежное. Субтитры создавал DimaTorzok